Думаете, вас помнит тёплый свитер? А мой друг стилист Роман Медный утверждает, может прибавлять лишних килограммов не только одежда, но и украшения, которые вы с ней носите. И прямо сейчас Рома расскажет, как подобрать украшения, которые будут вас стройнить. Да, действительно, украшения в сочетании с неправильным свитером может добавить объёму плечам, сделать грудь визуально более плоской, увеличить шею и акцентировать тяжёлый подбородок. Мы разберём три наиболее популярных ворота свитеров. Это V-образный ворот, это круглый ворот и наиболее практичный свитер с горлом. И украшения, с которыми эти свитера можно сочетать. Я смотрю, что многие из твоих гостей сегодня в свитерах и с различными украшениями. Ну, время сейчас такое как раз холодное, так что... И хочется украситься. Да, это всегда. Давайте начнём со свитера с V-образным вырезом. Многие девушки выбирают его, потому что он визуально удлиняет шею, он визуально удлиняет лицо и визуально может немножечко стройнить. Но, к сожалению, неправильно подобранное украшение всё это сводит на нет. Девчонки, у кого V-образный свитер... Давайте вот в розовом свитере второй ряд по центру. Выходите. Здравствуйте. Как вас зовут? Екатерина. Я понимаю, Рома, почему ты позвал именно Екатерину. Только свитер. Очень эффектная девушка. Всё дело в свитере, да? Екатерина очень эффектная девушка, поэтому ей, конечно, можно всё что угодно надеть, она будет выглядеть хорошо. Но при этом, обрати внимание, украшение, которое длиннее, чем ворот, которое идёт ниже ворота, визуально может немножечко расширить плечи, а грудь, наоборот, сделать визуально более плоской, что редкий силуэт украсит. Украшение снимайте, но оно у вас останется, потому что с правильным свитером это украшение тоже будет работать. Но с каким, узнаем чуть позже. Первое правило. Для свитеров с V-образным вырезом необходимо подбирать такое украшение, которое укладывалось бы в этот вырез, не перечёркивая его. Идеально подойдут кулоны. Давайте я вам помогу. Сейчас многие украшения позволяют регулировать высоту. В чём преимущество данного варианта? Разница очевидна. Во-первых, мы акцентируем внимание на V-образном вырезе, который у нас добавляет роста, удлиняет шею, собственно, работает на пользу фигуры. И такое компактное украшение акцентирует вырез, усиливая его. За счёт своей вытянутой формы оно тоже продлевает линию шеи и делает лицо более лёгким. Мне нравится. Спасибо, Катя. Вы можете возвращаться на место. Кстати, наверное, серьги, как очень распространённый аксессуар, тоже имеют значение. Да, о серьгах я тоже скажу, но чуть-чуть позже. Для начала разберёмся окончательно с колье. Другая типичная ошибка, которую допускают девушки, это колье из шариков, бусы, плотно сидящие под шеей. Такого типа бусы в сочетании с V-образным вырезом визуально укорачивают шею и делают плечи более широкими. Это неправильный вариант. Но они вообще как бы из разных образов. Да, действительно, не рекомендуется такой очень открытый вырез в сочетании вообще с очень компактными украшениями. И кроме кулонов, в вырез V-образного свитера можно также носить крупные колье, которые повторяют форму этого выреза. Ну вот, к примеру, вот такой нарядный вариант. Сейчас очень модно носить крупное ожерелье в сочетании со свитером. И тёпленько. И ярко, и тёпленько. Всё как надо. А теперь переходим к серёжкам. Как легко можно догадаться, с V-образным вырезом круглые серёжки будут не очень хорошо смотреться. Они просто будут выглядеть непропорционально. Что же так легко можно догадаться? Вот я бы не догадалась, извини. Ну теперь ты об этом знаешь. Это, наверное, по аналогии с вот этим украшением круглым. Помнишь, когда мы подбирали серёжки, мы рекомендовали круглые как раз девушкам с заострённым подбородком. Потому что круглая форма визуально делает подбородок более тяжёлым. И также круглые серьги могут немного расширить шею. Конечно, хочется о правильном варианте узнать. Да, правильные серьги под такой свитер имеют вытянутую форму. Это может быть подвеска на цепочке, это могут быть капельки, либо череда капелек. И я так понимаю, Ромочка, что не случайно ты расположил серьги на одной фотографии, а крупное колье на другой. То есть вместе в одном образе это уже будет слишком. Да, мы чересчур много украшений, будет выглядеть не очень органично. Следующий распространённый тип свитера – свитер с круглым. Среди твоих гостей я тоже вижу девушек в таких свитерах. Так, а кто с украшением? Так, ну давайте вот девушка в первом ряду. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Оксана. Вы отлично выглядите. Спасибо. Свет свитера очень красивый. Но вот украшения, к сожалению, похвалить не могу. Почему? Начинается. Вот, Надя, как ты думаешь, почему? Слишком блестит? Не может быть. Нет, ну Оксаны блестят глаза, они в любом случае ярче, чем украшения. Но тем не менее, такое компактное украшение в сочетании с округлым вырезом свитера визуально укорачивает шею. Но оно же красивое. Ну, не спорю, вы вообще, наверное, любите украшения? Очень я обожаю. У меня их очень много. Все-таки каких замечательных девушек ты, Рома, вот на взгляд выбираешь? Уверенные в себе девушки, которые подобрали украшения и знают, что сделали это, потому что это им идет. А я всегда девушек так на взгляд подбираю. Ну, давайте рискнем. Снимайте свое. Не волнуйтесь, Рома пообещал, что ваше украшение останется с вами. Ромочка, ты пока расскажи, по какому принципу ты выбрал для Оксаны, вернее, для свитера, в котором Оксана украшение? Я выбрал бусы, которые будут перечеркивать линию груди, таким образом вытягивая силуэт. То есть я буду стройнее? Конечно, стройнее, выше, да, и ярче. Вы так стройная будете еще стройнее. Знаешь, Рома, женщине же нельзя говорить просто, вот одень это, и ты будешь стройнее, потому что она сразу спросит, так, а я что, сейчас не стройная? И смотрите, Оксан, как Рома выбрал, как будто бы специально для вас, тоже блестяще. Знаете, мне очень нравится. Ну, давайте посмотрим. Вау! Я элегантнее стала. Оксаночка, вы знаете, мне кажется, что действительно вот такая форма украшения как-то удлиняет силуэт. Цело могу сказать, что вот такая вот нитка, это вообще предмет, который должен быть в гардеробе абсолютно у каждой девушки. Она очень универсальна. При желании вы можете сделать еще один виток, и оно тогда будет сидеть компактно. И подойдет по двоеобразный вырез. Либо, наоборот, можете сделать на виток меньше, завязать край узлом, и это будет выглядеть как очень эффектный кулон. Здорово, какая подсказка хорошая. Я учту этот совет. Спасибо. Мне кажется, мы просто не можем отпустить Оксану, которая очень любит украшения, не подсказав ей, для какого свитера ее украшение, в котором она к нам пришла, подойдет идеально. Что ж, теперь его отложить, да и все? На самом деле, такие компактные украшения могут эффектно смотреться поверх водолазки, если это тонкая водолазка. Вот теперь мы совершенно спокойны, да, Оксан? Спасибо. Спасибо и вам. Зафиксируем на нашем планшете. Мы поняли, что под круглый вырез крупные объемные украшения, к сожалению, не подходят. Точно так же, как различные ошейники, которых сейчас появилось огромное количество. Странное название для женских украшений ошейники. Ну, иногда их еще называют пекторали, но ошейник как-то понятнее и привычнее. Это то, что вообще вокруг шеи, совсем не спускается ниже ворота. В сочетании с круглым вырезом, такие ошейники полностью съедают шею и делают лицо визуально более широким. А вот другой аксессуар, который появился совсем недавно, это накладной воротничок. Под круглый вырез он подходит просто идеально. Да, действительно замечательно, элегантно. Дальше, как ты можешь догадаться, мы разбираемся с сережками. Под такого типа ворот, к сожалению, не подходят компактные круглые серьги. Они, опять же, визуально расширяют лицо, что в сочетании с круглым воротом укорачивает шею. А вот массивные серьги, наоборот, с таким воротом будут выглядеть очень органично. Они визуально удлиняют лицо, что в сочетании с круглым воротом выглядит очень симпатично. Как видишь, мы выбираем те формы, которые визуально продлевают шею, которые визуально продлевают лицо. Таким образом, компенсируя округлый ворот. Разобрались уже с V-образным вырезом, с округлым воротом. И остается, наверное, самый любимый свитер. Это свитер с массивной большой горловины. Но прежде чем ты расскажешь и об этом свитере, и о украшениях, которые ему подойдут, давай выпьем по чашечке кофе. Давай. Угощайся, пожалуйста. Нес-кафе. Первое правило утра. Какие свитера нужно носить вообще без украшений? Ну, в целом, украшения лучше смотрятся на однотонных и не очень фактурных свитерах. Поэтому, если свитер в крупную вязку, какие-то косы, либо олени на нем, то украшение там точно будет лишним. Продолжим. Свитер с большой горловиной. Рома, мне кажется, здесь сложнее всего выбрать правильное украшение. Ведь украшение этого свитера – вот, это ворот. Да, и поэтому первая типичная ошибка, которую допускают девушки, надевая такой свитер и пытаясь обогатить его украшениями, – это крупные сережки. Ну, девчонки, кто-то пришел с крупными сережками? Ты так смотришь, что испугаться можно. Будь добрее, пожалуйста. А, ну вот я вот сразу вижу в первом ряду. Давайте ко мне сюда. Здравствуйте. Как вас зовут? Аня. С аксессуарами я не очень дружу. У меня двое маленьких деток. Летом я приобрела эти сережки, но когда начали говорить, что к зимним вещам, я подумала, что, может, уже к зимним они и не подходят. В целом, такие сережки будут уместно смотреться с округлым вырезом, но вот, к сожалению, с водолазкой, с воротом, они смотрятся не очень хорошо, потому что ворот и без того у нас расширяет шею. В итоге получается, что голова у нас фактически плавно переходит в плечи. Я хотел бы сделать вам предложение. Ох! Рома! Тебе же сказали, маленькие-маленькие дети. Нет, пока только примерить сережки. Я выбрал вот такой более компактный, более аккуратный вариант, и визуально это будет выглядеть намного эффектнее. А сколько вашему младшему ребенку? Два годика. Два годика. Еще играет с сережками у мамы. Да, да, поэтому страшно. У меня одна клиентка говорит, говорит, я всю свою бижутерию в декрет просто подарила ребенку, потому что я поняла, что сопротивляться бесполезно. Бесполезно. Как выяснилось, что любимая игрушка. Ну, потому что блестит на ощупь же интересная. Настолько легче стал образ. Ну, вот как? Посмотрите в зеркало. Да, интересно. Очень, кстати, милые сережечки. И вот как удачно совпало, они акцентируют цвет глаз. Вот, абсолютно. И свитеру подходит, и вашему личику. И знаете, вот первое впечатление какое? Как будто шея стала длиннее. А это любой женщине идет. Спасибо вам большое. Этот вариант действительно и под шапкой, он же намного удобнее будет. Поэтому зимний вариант определенно с водолазкой это лучший. Спасибо вам большое. Спасибо. Всего хорошего. Как мы поняли, главная проблема такого типа свитеров, они визуально расширяют шею. Поэтому другие украшения, которые тоже визуально могут расширить шею, укоротить ее, нам тоже не подходят. Ну, к примеру, вот такие вот массивные ожерелья. Ну да. Для такого типа свитеров, наоборот, нужно выбирать украшения, которые имеют V-образную линию. Если это ожерелье, оно должно быть треугольным. Либо в идеале треугольная подвеска на цепочке. То есть это как бы создает еще V-образный вырез в силуэте, да? Но при этом здесь есть маленькая тонкость. Под такие свитера не подходят кулоны на ленте. А в чем разница? Потому что лента не всегда дружит со свитером. Не имеет значения, это лента из органзы, это лента из шифона, либо это атласная лента. Она будет на свитере выглядеть очень грубо и немножечко дешеветь. Казалось бы, тоже V-образный контур, а какая разница? Здесь образ становится более легким, как будто бы шея вытягивается, и девушка выглядит стройнее. А здесь такого эффекта нет. И, конечно же, под такого типа свитер подойдут многослойные бусы, которые тоже имеют вытянутый контур. Таким образом, в целом, удлиняют силуэт, стройнят его. Рома, спасибо тебе огромное. Будьте стройными. Привет, Ютуб. Подписываемся на наш канал и будете самыми стильными и самыми красивыми. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова